МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Пришло время подвести итоги этой рабочей недели. Меня зовут Александр Кузнецов, и вот о чём мы вам сегодня расскажем. Долгая дорога в тундре. Данил, удалось что-нибудь сфотографировать? А кто? Это какая? Звёзды, млечный путь. Ответит ли туристским запросом наш Мань-Пупунёр? Труднодоступные. Нет особенно без взлётных посадочных полос, либо вертолётных площадок в выродной системе, системой ночного старта. Как будут развивать в КОМИ санитарную авиацию? И в память об учителе. В тех школах, где я был, я мог бы стоять даже где-то уголовником, к сожалению, то сам сам не сделал из меня человека. Сохранят ли у нас педагогический опыт Александра Католикова? На неделе в КОМИ официально закрылась речная навигация и возобновилось авиасообщение с труднодоступными районами. Вертолёты Ми-8 по графику, размещенном на сайте Министерства промышленности, транспорта и энергетики КОМИ, будут летать в Усинский, Ижемский, Устилемский и Вуктыльские районы. Первые рейсы стартуют уже 17 октября. Между тем, наш Минздрав стремится сделать и медицинскую помощь доступнее для жителей отдалённых населённых пунктов. Российское правительство уже озвучило инициативу о субсидировании санавиации. КОМИ, в свою очередь, развивает телемедицину. О том, что изменится, Виктория Палкина. Час полёта вертолёта обходится региональному бюджету в 110 тысяч рублей. За год набегает сумма в 100 миллионов. Но здесь не до экономии. Под прикрытием Центра медицины катастроф почти 300 тысяч жителей тех районов, где нет постоянной транспортной связи. Но там, где, казалось бы, нет проблем с дорогами, санавиацию тоже ждут. Поэтому в планах открыть пункт в столице КОМИ. Пока же постоянная взлётная площадка и своя медицинская бригада есть только в Печоре. Мы, конечно, нуждаемся прежде всего в наличии вертолёта постоянного. Желательно, чтобы с вертолётом, с ночным стартом именно в городе Сыдавкаре. Потому что у нас вся южная территория и вся территория, близлежащая к Сыдавкару, остаётся без вертолётного транспорта. И ближайший вертолёт, который мы можем вызвать, он, как правило, находится в Печоре. Что зачастую очень сильно затрудняет и временной, усиливает временной фактор влияния. И экономически, прежде всего. Большая территория и низкая плотность населения – это те условия, в которых сегодня работают медики. Ещё порядка трёх десятков регионов в той же ситуации. Российское правительство готово субсидировать авиационные услуги. Ведь зачастую вся лётная техника арендована. И не всегда базируется даже в том месте, где находятся медики. Ми-2 и Ми-8, на которых летают наши доктора. Имущество региональной авиакомпании. И для того, чтобы покупать услуги в полном объёме, от федерального центра нужна помощь порядка 100 миллионов рублей. Мы сейчас вывозим только самых экстренных пациентов, пациентов, пострадавших при ДТП. И, конечно, у нас есть необходимость в оказании помощи больным, в первую очередь, сосудистыми заболеваниями. Это инфаркты и инсульты. Вот именно на оказание помощи данной категории больных и направлен новый национальный проект по обеспечению доступности, оказанию медицинской помощи жителям труднодоступных районов. Если эта схема заработает, сократить летальность от тех же инфарктов и инсультов получится значительно. Ведь оперативная медицинская помощь сохранит жизнь и трудоспособность больного. Доставлять таких пациентов будут на базы сосудистых центров. Таких в КОМИ – пять. Главное, чтобы сами жители республики, будь это санавиация или просто неотложка, к медикам обратились вовремя. За последние три года мы отмечаем тенденцию к тому, что пациенты стали достаточно поздно к нам обращаться. У нас есть такое понятие, как терапевтическое окно, то есть золотой час, в течение которого мы можем оказать высококвалифицированную, эффективную медицинскую помощь. Нет в КОМИ и посадочных площадок рядом с больницами, поэтому тяжелых пациентов после воздушного транспорта перевозят на привычных скорых. Парк спецмашин стараются обновлять и не только в городах, но и в сельских ЦРБ. В зоне ответственности Перлузской районной больницы – оживленная трасса Киров-Сыктывкар. Участок в 156 километров. С техникой и кадрами здесь проблем нет, хотя в ближайшее время все же ждут пополнения автопарка. У нас два отделения скорой медицинской помощи. Это отделение в Прилузской центральной районной больнице в Обиячево. Там у нас две машины класса Б. И есть отделение скорой медицинской помощи в Лерской больнице. Там у нас одна машина класса А. И вот туда мы ждем новую машину, которая нам уже распределена по федеральной программе. А еще Перлузская больница, пожалуй, единственная в коме, где есть все узкие специалисты. Там же, где все не так гладко, ждут, когда в их двери постучится телемедицина. В Республиканской детской клинической больнице связь налажена с крупными федеральными центрами. А вот наших специалистов из отдаленных районов пока консультируют по старинке. Сейчас мы работаем посредством отправления их нам выписок из истории болезни, оцифровки, рентгенограмм или какой-то другой медицинской информации. Мы даем ответы. Вот только так и может называться отсроченные телемедицинские консультации. Видеоконсультации. Ну, они хотят, чтобы мы им пытались отвечать по скайпу. Но это низкокачественная связь. И на нее рассчитывать не стоит. Вот так сегодня должна выглядеть любая консультация на расстоянии. Коми Республиканский перинатальный центр с этим ноу-хау работает третий год. УЗИ за тысячу километров. Картинка из Воркуты в Сыктывкар поступает в отличном качестве. Уже здесь доктора могут поставить точный диагноз. Это позволяет сэкономить средства наших пациентов, которые не требуются доезда до специалиста. Мы можем нашими специалистами, которые, конечно же, более опытные, посещают форумы, различные учебы. Есть возможность у перинатального центра проучить специалистов. Ну и самое главное, что большой опыт. То есть объем обследования, особенно с патологией, гораздо больше, чем в территории. В частности, в Воркуте. Такое современное оборудование в первую очередь ждут женские консультации Печоры и Усинска. Именно развитие информационных технологий в медицине – задача номер один для регионального правительства. Для начала расширят возможности личных кабинетов «Мое здоровье». Сегодня телемедицина работает в КОМе только по схеме «Доктор-доктор». Между собой могут общаться только медицинские сотрудники. Но уже скоро в регионе начнут внедрять новую программу «Доктор-пациент». Любой житель КОМе, не выезжая из дома. Если, конечно, для этого есть технические возможности, и интернет, и специальная программа может получить онлайн-консультацию любого ведущего специалиста из столицы КОМи. Правда, поначалу такие консультации смогут получать только онкобольные. Именно это должно позволить выявлять злокачественные образования на ранней стадии. А значит, и сократить смертность. И все же главный вопрос пока остается открытым. Как сделать так, чтобы вся информация о пациенте и переписка с доктором не стали достоянием глобальной сети? Именно над защитой персональных данных сейчас трудятся лучшие IT-умы КОМи. Эксперты сошлись во мнении, что история с уголовным преследованием бывших глав республики Вячеслава Гайзера и Владимира Торлопова абсолютно уникальна. Дело в том, что статья, по которой обвиняются бывшие губернаторы, организация преступного сообщества, достаточно редко применяется в отношении чиновников. Для российской правовой системы это уникально, когда по двум губернаторам одного региона, действовавшему и бывшему, возбуждаются статьи по такой зловещей, не побоюсь сказать, статьи. Думаю, что источник второго уголовного дела надо искать там же, где и первого. Насколько я понимаю, все связано с вопросами коррупционной направленности, касающимися инфраструктурных проектов, дачи и получения взяток в некоем масштабном объеме. Напомню, в четверг московский суд отправил и Владимира Торлопова под домашний арест. На два месяца. Любовь Лапина о том, что после экс-главы осталась. Вот эта улица, вот этот дом. Если смотреть с дороги, с виду они сильно приметны в деревянном исполнении. Да еще и утопают среди деревьев и елей. Но стоит подойти поближе, как становится понятно. Ранее в этом доме обитал кто-то непростой. Вот и будка, что явно служила прежней охране. Высокий забор и амбарный, внушительных размеров замок. Стоит заглянуть, виднеется и основание дома. Каменное, добротное. То, что этот дом принадлежит бывшему главе коми и экс-сенатору, Владимиру Торлопову здесь знают практически все в округе. Правда, не все готовы об этом говорить. А как дом выглядит? Какой он? Не знаю. Ну, я знаю, что он приезжал туда, потому что я там рядом с родителями жил раньше. Поэтому я не могу сказать. Деревянный, простой такой домишек. Вот как ушел с головой, так и больше не видел его здесь. И только сосед через дорогу признается, видел бывшего главу. В тот самый день, когда по всем каналам пошла информация о его причастности к делу Гайзера. Он приехал на Жигулях, на своих, шестерки, и уехал. Или два, или тыня тому назад он был. Это было время полдесятого, наверное. То есть вечером это было уже? Нет. А это утром? Утром, да, утром, да. Ну, то есть это было как раз, наверное, когда пошла информация о том, что будет его задерживать? Да, да, да. А сам он в каком настроении вообще был? Как он вообще выглядел? Ничего, нормально был. Нормально выглядел? Улыбался, поздоровался со мной. Правда, как выяснилось, заезжал, похоже, исключительно по делам. Сам дом уже с лета не жилой. Все вещи давно вывезены. Он продает вроде бы, или уже продал, может быть. Потому что вещи оттуда уже убрали все. А как давно это все происходило? Это было летом. То есть уже летом, получается, продавали дом? Да, да, да. Нет, вещи забирали. Вещи забирали летом, то есть готовили к продаже, видимо? Видимо, да. При этом, как говорят соседи, даже покупатель настроения, похоже, нашелся. Во всяком случае, домом уже интересовались, приезжали, осматривали. Сей факт, возможно, и не привлек столько внимания, если бы не одно «но». О причастности Торлопова к делу Гайзера заговорили сразу, как только прошлой осенью произошли аресты большинства фигурантов дела. Неназванными оставались лишь несколько фамилий. Впрочем, в коме все прекрасно знали, среди этих неназванных и бывших глава – Владимир Торлопов. Сам на тот момент сенатор, очевидно, тоже прекрасно осознавал, что именно он следующий в списке, а потому, видимо, и начал заранее приводить дела в порядок. В частности, продавать ей уже ненужный в будущем дом Максаковки. В руки следствия бывший народный политик, как часто его называли во время правления, отдался безропотно. Не было ни попыток бежать, ни отрицать обвинения. Торлопов решил идти по другому пути. Тому самому, что ранее до него избрали Самойлов и Ермаданов – сотрудничать со следствием. В дальнейшей судебной перспективе это все-таки даст ему определенные преимущества. Он уже признал вину, а повиниться ему есть в чем. В советское и послеперестроечное время Владимир Торлопов сделал отличную карьеру. От учителя средней школы в Красном Затоне, что в близости к Товкару, до председателя Госсовета Коми. При этом он всегда старался особо не светиться, оставаясь в тени первого главы республики – Юрия Спиридонова. Все изменилось в 2001-м, когда на очередных выборах народный избранник бросил вызов яркому и харизматичному руководителю. На тот момент многие вообще сомневались в том, что такого титана, как Юрий Алексеевич, вообще кто-то может подвинуть с политического олимпа. Это голосование шокировало всех. Торлопов одержал победу. Но какой ценой? Выборы проходили с использованием так называемого черного пиара, грязной технологии и разного рода провокации. В предвыборную гонку были вложены огромные деньги. И тогда ни для кого не было секретом, кто являлся главным спонсором Торлопова. Тот самый ныне беглый бизнесмен Александр Зарубин – один из фигурантов по делу Гайзера. К тому времени Зарубин, к слову бывший, осужденный за хищение зарплаты у своей коллеги, уже сделал головокружительную карьеру. В Москве он занимал должность вице-президента Тюменской нефтяной компании. В феврале 2002 года Торлопов в благодарность за помощь на выборах назначил Зарубина своим главным советником. Впрочем, на этой должности тот пробыл всего несколько месяцев и вновь покинул республику. Используя наработанные связи, он познакомился с известным олигархом Виктором Виксельбергом и стал генеральным директором инвестиционной компании «Ренова». При этом своего влияния в коме не утратил. С приходом на должность главы Владимира Торлопова во властных структурах практически сразу стали происходить перемены. А самого Зарубина на посту главного советника сменил Алексей Чернов. Сделка совестью для бывшего учителя физики обернулась закономерным итогом – уголовным преследованием. В моей сегодня работе из физики, к сожалению, практически ничего не требуется. Как от педагога требуется, как от учителя требуется, а вот как именно учитель физики редко что-то мне... Применяете разве законом, разве нет сопротивления вашим действиям? Это уже другой вид сопротивления. И это формула... Другие формулы при этом приходится применять, жизненные и уже проверенные практики для того, чтобы воздействовать на определенный круг людей или на конкретного человека. Но практика все же показала, законы физики работают даже в политике. И вот еще один – закон сохранения импульса. Он гласит, что при определенном действии всегда надо рассчитывать на отдачу. Сейчас короткая реклама, после которой мы продолжим. На неделе стало известно, что избранные 18 сентября в Коме депутаты Госдумы и назначенные Госсоветом сенатор обрели портфели. Вернее, назначения в Верхней и Нижней Палате Российского Парламента. Ольга Савастьянова стала председателем Комитета по регламенту и организации работы Государственной Думы. Иван Медведев стал членом Думского Комитета по энергетике. А сенатор Дмитрий Шатохин вошел в Комитет по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации. Напомню, глава Коми Сергей Гапликов уже высказался о том, что возлагает большие надежды на наших депутатов и сенаторов. В плане отстаивания интересов республики на федеральном уровне. 28 сентября состоялось заседание Совета Федерации, где был включен в Комитет по бюджету. Состоялось его первое заседание. Ну и первое заседание, в принципе, показало достаточно рабочий формат. И несколько тем, которые я и взял на вооружение, собственно, ну, может, даже где-то и начал продвигать, было рассмотрено законодательное регулирование алкогольной продукции. И как раз те предложения, которые я подготовил, связаны с проблемой регулирования так называемого боярышника, огуречника. Это профимерная продукция или продукция двойного назначения. Вот те предложения, которые подготовил Минэконом, я сегодня уже официально направил в наш профильный комитет. Ну и в целом важна эта работа по бюджету. 8 ноября состоятся слушания в Совете Федерации, где готовятся все предложения со всех комитетов, ну и, собственно, от сенаторов. Сегодня Министерство и Споликой Коми подготовили свод по всем предложениям, что с какими средствами хотелось бы войти в адресную инвестиционную программу, в программу федеральную. Ну и вот задача наших четырех депутатов и сенаторов вместе нам попробовать зайти с этими средствами, с этими предложениями в федеральную программу. Стали известны наиболее посещаемые туристические направления Коми. Оказалось, туристы к нам едут в основном за красотами национального парка Юга-2. С начала года его посетили 3200 гостей из 15 стран мира, в том числе из Великобритании, Турции, Бельгии, Германии. Достаточно популярен финно-угорский этнокультурный парк в селе Иб. Туда этим летом заглянули почти 6000 туристов. Стремятся они и в Печоро-Илочский заповедник, где облагородили плато Мань-Пупунер. Александр Головина знает подробности. Это видео сделано, судя по всему, около года назад. Прямо у подножья мансийских болванов туристы строят иглу. Хочу ребятам показать, как строить иглу. Настоящую эскемовскую иглу, так, чтобы было нормально переночивать низким человеком. А вот кадры похода другого участника. И мы сделали то, чего в спортивном туризме делать ни в коем случае нельзя. Мы разделились и вдвоем вернулись обратно на Мань-Пупунер. И теперь вот мы ночуем в иглу, где, как видите, у нас достаточно тепло уже, хорошо. Но самое главное, ради чего мы сюда вернулись, это фотография. Данил, удалось что-нибудь сфотографировать? А то, красота какая. Звезды, млечный путь. Возросшая за последние годы нагрузка на ранимую растительность горной тундры наносит непоправимый вред. К тому же и сами туристы бывают разными. Далеко не все бережно относятся к болванам и прилегающей территории. В какое-то время заповедная зона практически потеряла свой статус. Палаточные лагеря оставляли после себя не только горы мусора, но и участки, лишенные кустарников и лишайников. Зачистили сюда и нелегалы. Один из таких даже совершил восхождение на вершину старшего брата, самого высокого останца, что категорически запрещено. В заповедниках может действовать лишь экологический туризм, однако значения этого понятия многие не знают. Ну, а деревянную тропинку сделали, чтобы не нарушать экологию. И туристы ходили в кроссовках, чтобы туда могла идти бабушка, которая хотела это увидеть, ребенок маленький мог туда пройти, а не какие-то там агрессивные, экстремальные туристы. Платомань-Пупунер в этом году даже временно закрывали для пеших путешественников. И связано это с нашествием туристов и наносимым ими вредом. Официальная квота на посещение природного памятника в среднем 100 человек в год. Однако реальное число туристов оказалось значительно выше. Зайти на болваны проще с востока, со Свердловской области. Оттуда валит куча народу, и они плевали на все распоряжения. Я заходил так три раза и не видел никаких препятствий. А по Печоре и Илычу туда заходят единицы, как и залетает вертушка и немногие. Представители научного сообщества уже давно высказывались за сохранение заповедника. Мол, существует он уже 80 лет, и важно развивать инфраструктуру. Нужны большие суммы. Сколько нужно денег? Вы посчитали? Давайте сначала деньги посчитаем. И где взять эти деньги? Да, я не против. Нужно показывать. И это будет очень хорошо. Нужно строить дороги, кемпинги. Главное опасение экспертов. Мань-Пупунер скоро перестанет быть достопримечательностью нашей республики. Территория давно требовала приведения в порядок. И вот первые шаги. В тяжелейших условиях непредсказуемой погоды, несмотря на ливни, туманы, жару и сильный ветер, 125 волонтеров со всей страны в течение нескольких смен, организованных пермиками, выравнивали щебеночную дорожку и обустраивали смотровые площадки. Новая тропа, длинной в полтора километра, растянулась прямо до вертолетной площадки. Она защитит ранимую природу территории от вытаптывания человеком. Так или иначе, начало положено. И кто знает, может эти, вроде бы, незначительные преображения изменят отношение нерадивых туристов к седьмому чуду света России. 13 октября Александру Католикову должно было исполниться 75. Почтить его память накануне около Сыктывкарской школы-интерната, который носит имя своего бывшего руководителя, собрались коллеги, соратники и воспитанники педагога-новатора. Сан Саныча, именно так они называли Александра Католикова, многие считали вторым отцом. И сегодня создана им трудовая система воспитания детей широко используется в России. Коллеги народного учителя говорят о том, как важен сейчас уникальный учительский опыт Католикова. В первую очередь в стенах его интерната. Елена Кононова продолжит. В интернат имени Католикова Сергей Евстигнеев старается приезжать каждый год. В детстве он поменял не один интернат, но только здесь почувствовал, вот она, его семя. Себя подростка он сравнивает с героями кинофильма «Республика Шкит», где педагоги с безпризорниками строили светлое будущее. Сергей говорит, это сегодня у него семя, двое детей, хорошая должность в одной крупной российской компании. Но всего этого могло и не быть, и жизнь могла пойти совсем по другой дорожке, уголовной, если бы не Сан Саныч. Александр Католиков стал для мальчика и сотен других воспитанников вторым отцом. Строгий, но справедливый он умел найти подход к каждому ребенку. Летом ездили в разные поездки, которые позволяли нам лучше узнать родину, в принципе. Потому что поездка, например, своим ходом из Крыма и до Сыктывкара через всю страну, или, например, за одно лето, за три недели проехать Киживо, Лам, Соловки и посетить все эти места. Сейчас, например, многим даже просто детям недоступно, не говоря уже о тех, кто из социально незащищенных групп. И это, конечно же, наставило большой след, я думаю, не только у меня. Эта система, она работала на то, чтобы исправить человека, если у него были какие-то недостатки, и сделать его чище. Сан Саныча не случайно сравнивают с Антоном Макаренко, который, будучи руководителем колонии беспризорников, сумел не только справиться с малолетними и преступниками, но и перевоспитать их. Во многом судьба Александра Католикова похожа на жизнь великого советского педагога. Когда в 73-м году он принял руководство с Иктывкарским детдомом номер один, учреждение было в аховом состоянии. Половина окон забита фанерой, освещение мрачное, канализация забита. Ни спален, ни классов. Понятное дело, что дети из такой школы то и делу и бегали. Ну и пьянство, и, господи, и разгулы. У нас Миронов в Москву уезжал, его поймали в Москве. Вот были, бегали ребята, вот первый год, когда я работала, и курили, и пили. Господи, я помню, тут иду как-то вечером ночью. Я обожатая работа, поэтому вечером работала. И Олег у нас тут пьяный валялся. Тогда Католиков устроил интернату настоящий педагогический взрыв. Начал приводить школу в порядок. Причем вместе с детьми. Ну, конечно, были рабочие, много было рабочих. Весь город помогал, вся республика очень оперативно все ремонтировали. Мой большая заслуга детей была. И когда все вместе все отремонтировали, когда все вместе все привели в порядок, то уже потом жить стало легче. И с тех пор как-то появилось так, что все беречь, все хранить, все для себя, все это свой дом стал. Сан Саныч широко использовал в воспитании педагогические методы Макаренко. В первую очередь вел в интернате самоуправление. Он искренне верил, если дети будут сами хозяевами, то проблема с дисциплиной решится. Какое вы имеете право расти дармоедами-лодорями? Сидите в грязи. Мы свиней и то мыло моем, а у вас и мыла нет. Так все аж покрали. А ты куда смотрел? Ты здесь хозяин. А у вас кто хозяин? Может, Макаренко? Да, что? Антон Семеновичу мы доверяем, потому что он наш. И мы действуем вместе. А потом началось строительство в Межадере. Обычную дачу католиков превратил в учебно-опытное хозяйство. С теплицами, фермами для животных. Интернат полностью обеспечивал себя овощами и картофелем. Девочки выращивали огурцы, помидоры и даже арбузы. А мальчики работали на тракторах. Католиков потом вспоминал. Именно трудовое воспитание помогло наладить общение с детьми. Кто сегодня на каких тракторах пойдет работать? Он сегодня только маленький, 5,25. Рассаду перевезти, да, оттуда картошку. Туда, на подсобную. Сейчас перевезти. Ну, а это самое... Мусор надо собирать опять везде. Там пионерскую переоформляли много, у них там валяется. Там возле той теплицы. Возле той теплицы. Вот здесь ящик огромный стоит, заваленный весь. Около столовой сучья там собрали до ветки. Тележки пусть растают там. Ну, значит, какие тогда тракторы? Т-25 и... МТЗ-53. 52-й возьмите. Сам Самсаныч никогда не гнушался работать рядом с детьми в поле. Любил вместе с ними и песни петь, и танцевать. Учил их заботиться о пожилых людях. Ветеранам, фронтовикам ребята часто помогали. Копали огороды, убирали урожай. Александр Католиков переживал за всех и забывал о себе. Он ходил всегда с палочкой. Вот человек такой, он скромный, был чрезвычайно скромный сам по себе. Вот ходил, а ведь никто не знал, почему он ходит с палочкой. Оказывается, он на переезде застрял автобус и шел поезд. Он спасал людей из этого автобуса. Выкидывал, так сказать, женщинами, которые там ехали детей. И остался последним, и поезд врезался в автобус. Переломали мне все, что могли. Еле живого доставили его в республиканскую больницу. Вообще вся жизнь его большой подвиг. Вот один из ярких эпизодов, который вошел в недавно вышедшую о педагоге книгу. Тот же эпизод, скажем, связанный с отказом от Ельцинского ордена, ведь он был связан с тем, что он понимал, что у него за спиной стоят дети. И вот эти подблекушками, нельзя от них откупаться. Детей нужно этих поддерживать, им давать, в конце концов, нормально питаться. Потому что тогда стоял вопрос именно даже так. Одежду передавали от старших младших, потому что не было даже во что одеваться. Поэтому здесь это был тоже один из его поступков. Сегодня в интернате, который носит имя Александра Католикова, сохранился кабинет педагога. Там все так же, как было при его жизни. На столе фотографии и письма от воспитанников. Очки в оправе. Такое ощущение, что хозяин кабинета вышел на минутку по делам. И вот-вот вернется. И в завершение подарки, который подготовил телеканал «Юрган» для поклонников баскетбола. Впервые в истории республиканского телевидения в прямом эфире мы покажем матчи международной студенческой баскетбольной леги. В играх примут участие команды из России и Эстонии. Болеть же будем за команду Ухтинского государственного университета. 15 октября она сойдется с командой Московского госуниверситета, а 16-го с эстонцами. Матчи начинаются в половину шестого. Не пропустите. Евгений Решов о деталях баскетбольных баталий. Сегодня в Ухте стартовал первый тур Международной студенческой баскетбольной лиги. Завершится первенство в воскресенье. В играх примут участие команды из России и Эстонии. Два матча с участием баскетболистов Ухтинского государственного технического университета наш канал покажет в прямом эфире. Для телевидения Коми это первый подобный опыт. И, конечно, это важная составляющая спортивного вещания Юргена. Ведь баскетбольный турнир такого уровня впервые проводится в республике. А значит, благодаря трансляциям из Ухты, жители всей Коми смогут поболеть за наших игроков. А посмотреть есть на что в Ухту прибывают лучшие студенческие баскетбольные команды элитный дивизион. Насчет турнира хочется сказать, что это, по сути, самый сильный турнир, где участвуют самые сильные команды. И команда начала уже готовиться к сезону в августе. Там в 20-х числах. Если можно так сказать, у нас тотальные изменения состава. Пришли новые игроки, опытные. Также обновились молодыми игроками. И соперники, по сути, нам все знакомые. Много раз играли с ними. Знаем сильные и слабые стороны. Так что команда едет в боевом настрое туда. С командой МГУ имени Ломоносова ухтинцам уже довелось встречаться в прошлом четвертом сезоне Международной студенческой баскетбольной лиги. Тогда спортсмены из УГТУ уступили. И поэтому не смогли выйти в полуфинал. В нынешнем пятом сезоне они вновь встретятся с москвичами на одной площадке. И обещают дать бой. Планируем взять реванш. Тем более у нас команда стала еще сильнее, опытнее. И только надеемся на то, что возьмем реванш. И не только у них. Какой именно состав команды главного вуза страны приедет в «Жемчужину Севера» пока неизвестно. А потому и о тактике говорить пока рано. Говорит главный тренер ухтинцев Златан Прешич. Зато он точно знает, чего стоит ожидать от еще одних соперников по группе – эстонцев. Ранее он три года отработал в Прибалтике и хорошо изучил особенности местных баскетболистов. Знаю, как эстонцы играют. Небольшие ростом, но очень хорошее. Сви очень хорошее быстро бежат. Очень хорошее бросают. Не играют никакой позиционной нападения, но очень хорошее. Очень хорошее владеют на трене с этими молодыми игроками. Я думаю, что это будет очень тяжело. Но если успеем установить два игрока, два первого номера, тогда думаю, что есть шанс с ними хороших поиграть. Еще один участник – команда из Кирова. Все, что пока известно, ее состав в этом сезоне достаточно обновился. Все это говорит о том, что предстоящий турнир станет по-настоящему непредсказуемым и горячим. Я поздравляю Ухту с тем, что у них будет тур-открытие пятого юбилейного сезона МСБЛ. В МСБЛ входят лучшие европейские команды. И это будет по-настоящему зрелище, которое вы еще не видели. Потому что приезжает эстонская команда, московская команда, Кировская и Ухтинский государственный университет. Ребята будут биться, будут эмоции. Будет настоящая спортивная студенческая борьба. Кто в итоге завоюет победный кубок, станет известно лишь в апреле следующего года. А пока впереди три напряженных дня первого тура. Кстати, Ухта стала самой северной точкой проведения турнира. Так глубоко международная студенческая баскетбольная лига еще не забиралась. Впрочем, как отмечают организаторы, сегодня они рады, что все сложилось именно таким образом. Ведь в жемчужине севера их встретили с особым радушием. А сам Ухтинский государственный технический университет взял на себя значительную часть организаторской работы. Таковы детали этой недели. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи.